так первого выгнали доброе утро в мой сумасшедший дурдом что происходит каждое утро постоянно здесь в комнате просто как будто мамай какой-то пробежался не знаю с куча динозаврами драконами тут даже косточки есть у кири на кровати потому что она вчера их прятала от собак потому что собаки вчера просто сходили с ума с этими костями и кира решила их спрятать себе чтобы никому они не достались в общем и каждый раз у нас утро начинается вот с такого вот мероприятия мы стелем все кровати чтобы кира уже начала я кто кажет заниматься школьный процесс неделя дистанционки уже почти заканчивается сегодня кстати праздник 7 декабря а знаете какой сегодня праздник день любителей поспать так что я ответственно поздравляю всех кто любит поспать вот например киру поздравляю свою кирюх я тебя поздравляю с праздником днем любителей поспать а понятно вот она понял вот и всех тоже поздравляю так это вообще вещи вообще это вещи с отделения не почему-то здесь лежат ну ну да ладно лежат так лежат это знаете как у незнайки зачем раздеваться если нужно одеваться точно так же мы с кирой положили и забыли кровать расстелили и пошли бывает и такое так у нас есть косточка 1 у нас есть косточка 2 у нас есть игрушка 1 у нас есть игрушка 2 а еще игрушка 3 косточка маленькая 3 вроде бы все вроде бы все боже видите сколько гостей я просто сплю вся в костях вся в костях так ты мне ты решил мне помочь добби собирает все что я выбрасывал а где ты делся мой валик я не могу понять куда он взялся где-то был у меня валик и куда-то он пропал кидж ты не видела моего валика для одежды я не знаю куда он взялся был был и сплю просто очень странно потом мне говорят зачем ты каждый день убираешь зачем потому что тут сейчас будет вообще дурдом как только я кровать застилю может валик там нет тут я нашла носок много животных в квартире это всегда очень много проблем реально понятия не имеют это он всегда лежал здесь на кровати где-то он уже не лежит лежал и не лежит не нашла вот он и вот так вот первая часть более-менее готова потом идет пылесос и вот это вот сейчас тоже все нужно разложить а вот это вот мы сегодня отправляем да так все не мешаю кире у нее урок а теперь я пью кофе и иду гулять с собаками а потом уже по графику у кире перемены я доделываю то что не доделала у кир урок я сижу здесь или иду на почту потому что я сегодня хочу еще у нас же сегодня бокс еще разыгрывается в телеграм-канале и может быть получится так что человечек ответит сразу же после розыгрыша я пойду уже тогда все одним ходом отправлю и бокс и набор блогера и маме сашке подарок и все 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 а пока кофе я уже готова идти выгуливать первую смену нет уже вторую первая уже на улице одеваемся обуваемся и как я люблю говорить вы метаемся мне еще там нужно поубирать посмотрите там как грязно зима 3 ладань и и сейчас его ругаю потому что он сплагиатил меня посмотрите посмотрите видите эльза в такой же жилетке как и добби что-то такое синюю красную нельзя было еще громче чтобы разбудить всех не не надо не не надо пожалуйста я знаю что ты можешь не надо ГУД МОНИН ВЬЕДЬ НАМ вот все ГУД МОНИН Тихо терра теперь начинается кормление самое интересное сидеть и ждать понятно терра судится снова на диету потому что начало очень жутко опять поправляться зима конечно дает о себе знать но Серёжка мы что делаем тихо Да, где твои дети? Психо, говорю. Да, еще пару денечков. Да, емли, все, тихо. Так, успокойся. Ой, все прибежали. Раз, три. Да, ну, успокойся, но я что, голодный, это не оставлю. Не оставлю что, голодный. Не переживай. Не переживай, в коробочку спрятала. И все. Я сказала, иди. Не пачкай. Раз. Иван, пожалуйста. Теперь мне можно выпить кофеечек, три секунды посидеть и для себя приводить в порядок. И вот так вот я стою и контролирую процесс поедания, потому что Тера просто гипноз. Она сначала долго гипнотизирует, потом собаки не выдерживают и уходят. И она начинает съедать всю еду. Я про тебя рассказываю, да. Добичка, ешь. Она не тронет, ешь. Я смотрю. Кушай. Кушай, кушай. Она тебя бесит, да? А, давай. Вот так вот он кушает проще. Давай, давай, ешь. Накрасила себе брови. Жду, пока придет все в норму. И Кирюха тоже красит. Мы всегда с ней красим в один день, чтобы краска не пропадала. Держи. Только не ложи на пуфик, пожалуйста, крашеные палочки. Хорошо? Потому что я его помыла. Короче, все. Сегодня будем красотками. Вчера у меня бьюти процедуры были. Сегодня у меня покраска. Еще краску для волос надо купить. Но я жду, когда на нее будет скидка. Я за 400 гривен покупать не хочу. Дальше больше, чем 400. Жду, когда будет дешевле. Или когда у меня накопится максимальное количество бонусов, чтобы купить ее тоже дешевле. Короче, сегодня посмотрим. Там, по идее, в Просторе и в Еве должны быть сумасшедшие скидки. Вот только что самое интересное. В Просторе и в Еве я каждый раз покупаю. Но в Просторе у меня всегда есть бонусы. В Еве сколько бы раз я бы не называла свою карточку, у меня всегда их ноль. Реально. Я не знаю, как так получается, но в Еве у меня никогда бонусов нету. А в Просторе всегда есть. Поэтому я там частенько беру все. Давай. Все? А нужна краска еще? Нет. Так давай краску заберу. Ох, сегодня будем все бровястые. Бровистые. Просто. Опачки, опачки. Америки, Европочки. Красимся мы вот этой вот краской. Золовской. Хорошая. И достаточно намного ее хватает. Я уже не помню, когда ее купила. Но, по-моему, еще когда снега не было. И вот она до сих пор у нас есть. Есть. Еще раз есть. И еще тут хватит на миллион раз покраситься. Ну вот и все. 11.14. И я наконец-то готовлю завтрак. Что-то я так замерзла. Сегодня на улице у нас очень-очень холодно. Я с меня с собаками вышла. И прям такой, ух, лютый мороз. Так что надо, чтобы немножко прогрелось. Там и солнца нет. И вообще такая пасмурность неприкольная. Так, вообще, смотрите, грустненько-грустненько на улице. Но мне в любом случае надо будет туда сегодня пойти. Но сначала мы завтракаем, а потом уже все остальные дела. Ну, завтрак вчерашняя картошечка будет, которую вчера не доели. Я, как всегда, приготовила максимально много. И сегодня можно еще и позавтракать. Не знаю, что сегодня готовить на обед, на ужин. Понятия, ну, уже, наверное, у нас вот это вот и обед будет. Двенадцать часов, одиннадцать. Уже, наверное, будет у нас только обед, вечером. Якусь так. Крюшка, иди завтракай, зайка. Крюшка, колбаса, она, он. Кто это к нам сегодня летит? Вика. А? Вика, сто процентов у меня новые сплетни для меня. Да? У Вики новые сплетни для меня. Я услышала тебя. Только у меня упала колбаса, значит, должен прийти он. А Вика, это у нас она. Колбаса, она. Ну, а всегда, когда падает колбаса, она, потом приходит он. What do you want? Я поняла, ты ничего не хочешь, а я хочу завтракать. Что ты хочешь? Шмакодявка. Нявка-нявка, шмакодявка. Мне ещё попылесосить нужно. Я ещё этого не сделала. Потому что ещё Кира сидит на своих уроках. Да? Учится. А завтра мы поедем уже получать, не получать. Завтра мы поедем уже забирать паспорта, кстати. Посмотрите, как бровки у меня накрашены. Сейчас Кира придётся и тоже покажет. У неё, как всегда, темнее, чем у меня. Я всегда хочу себе максимально тёмный цвет. И у меня почему-то он никогда не выходит. А у неё всегда выходит просто идеальный цвет бровей. Можно выключить? Нет, давай сейчас чуть попозже. Сейчас календарик откроем. Покажи свои бровки. Шикарно. Я сейчас усну, я не могу. У меня так сон клонит. А, сегодня потому что праздник. Я же тебе уже говорила. Я не знаю, я не могу. У меня голова болит, у меня всё болит. У меня тупо вот так вот. Сегодня день твой профессиональный. Давай. Поэтому я не знаю. Наверное, вообще на вырусу выходить не буду. А на улице сегодня очень холодно, так что сиди дома. Но мне сплетни надо, поэтому можно ко мне Вика приходить? Можно. Восьмое число. Когда я тебе запрещала, чтобы к тебе Вика приходила? Что, восьмого нету? Девятое вижу. Двадцать третье вижу. Пятое. Тринадцатое. Шестнадцатое. Седьмое. Десятое. А, вот оно. Самое гигантское. Тут ничего не было. А, нет, есть. Ну, ладно, я видела, что я знала. Откуда ты знала? Прикольно. А где ты видела? В ТикТоке уже распаковку смотрела? Нет, я шкодоту засовала. А, потому что я в ТикТоке специально распаковку не смотрела. Я видела эти календари, но не смотрела распаковку. Прикольная штучка. Нет, это реально прикольная. Ну, классные, скажи, сюрпризики выпадают. Я думаю, что Сашке понравится. Так, иди туда тоже бери. Любой можешь выбирать. Большой, маленький, абсолютно любой. Прикольно. Смотрите, как классные. О, Орел. Орео. А еще меня очень морозит. Ну, прям очень холодно. Я не могу, у меня уже какой день в квартире холодно. Смотри, мне холодно, у меня все равно ноги холодные. Зайка, ну мне тоже холодно, но я все равно принципиально не одеваюсь, потому что я дома. Все, приятного аппетита. Ну и, конечно же, всем, кто кушает вместе с нами, всем приятного аппетита, хорошего настроения, замечательного дня, мира, добра, не болейте. Темочки и лавушки вам. Кирюша, мне нужно тебе кое-что рассказать, очень важно. Посмотри на меня. У тебя есть сестра. Понятно. Живет она в Беларуси. Вы когда родились, мне сказали, что у меня родился только один ребенок, и мне отдали только тебя. Ее выслали в Беларусь. И только сейчас я об этом узнала. Ну не ржи ты хотя бы. Блин, я хотела по-серьезному, а ты как всегда. Тут у нас мейкап процесс. У тебя урок идет? Нет, у меня перемена. Перемена. Ладно, потом пылесос включу. Здесь за мной ходят, а я жду, пока пылесос начнет удирать. Я уже устала себя ночью царапать и это все замазывать. У меня куча на лице царапин. Откуда они берутся, я не знаю. А может быть, это снег на тебя прыгает ночью? Да если бы он прыгал, другие царапины были. А зачем ты себя царапаешь? Смотри. Ты просто какая-то женщина-кошка? Да. Я поняла. А я тут сейчас готовлюсь к розыгрышу, потому что через 10 минут будет розыгрыш. И я надеюсь, что я сегодня уже пойду и все-все-все поотправляю. Красотка, красотка, тебе удобно в темноте краситься? В смысле, я не в темноте, я под светом. Ну это такой свет, что мне кажется, под ним опять потом подойдешь к нормальному свету и скажешь. Ну да, ну ладно, ну ладно, смотри. А где, а где, а вон он, зверь. У нас в квартире нигде нету света, и я нигде его не включаю. У меня такая максимальная экономия. И реально, знаете, вообще не хочется света. Особенно на улице еще так пасмурно. Так, опа, началась воздушная тревога. Все, у Киры опять закончились уроки. И насколько она будет, неизвестно. Я не помню, сколько вчера была воздушная тревога. Часа, наверное, два с половиной. Точно уже не знаю. Сегодня, наверное, точно так же будет. Вот и позанимались. Вот и сделали дела. Веселуха, пруха, пруха, веселуха. Тебе повезло. Воздушная тревога началась. Выключать свет? Или все-таки оставить? Так лучше я знала. Так, ну что, розыгрыш уже закончился. Так что смотрим победителя. Победитель Ростислав. Победитель Ростислав. Вот и все. Так, все. Теперь, значит, ждем ответа от Ростислава. И я бегу на почту. Или надо дождаться отбоя тревоги. Короче, не знаю, что это у нас тревоги. По будним дням. Особенно, когда Кира в школу ходит. Они очень часто. Блин, ну это вообще никаких уроков нет. Ходит она в школу тревога. Они идут в подвал. Дома тревога. Они заканчивают уроки. И нет ничего. Нет ничего прикольного. Я сейчас смотрю на вот этот вот кубик. Кубик-рубик. Реально интересный. Особенно вот эта вот внутренность. Такая красивая. И как? А, вот так вот. И вот так вот. Так и хочется его, знаете, как кубик-рубик взять и вот испортить. Испортить все грани. Прикольно. Раз, два, три. И закрыли. Короче, классный. Реально. Календарь очень интересный. Я не думала, что он будет настолько интересный. Я даже не предполагала, что может быть столько приятных сюрпризов. Потому что, ну, я себе думала, если там антистресс, может какие-то сквиши будут. Что-то такое. А тут просто все максимально прикольно. Иногда вот так вот по вечерам сидим. И каждый в руках что-то у себя теребит. Подожди. Можешь вот этот именно пост прочитать? Кира сейчас мне читает свой дневник, который она писала много-много лет назад. И вот именно этот пост такой интересный читает. Кстати, я до сих пор иногда беру лист. Лист весь исписываю. Но потом я его, конечно, рвую и выбрасываю. Чего? Но так, если честно, очень выплескиваются эмоции. Ну, ты видишь, ты пишешь дневники, у тебя хорошо получается. А у меня с вот этими вот сочинениями всегда было плохо. Но я хорошо пишу стихи, я выплескиваю эмоции в стихах. Вот прочитай вот этот вот свой день. Я буду ложиться спать. Теперь моя мечта не только пополнение в семье, а и сурикат. Хочу тоже очень. Прочитала всю информацию про них и записала некоторые детали из интернета. Я узнала всё про них, но мне не могут сейчас купить его. Просто он очень дорогой. Ладно, я очень устала за сегодня. Так что всем спокойной ночи. Хотя, ой да, я забыла рассказать, что мама сказала, чтобы я не общалась с Лидой. Ладно, на этом точно всё. И пока, с покиномки. Поняли, да. Она мечтала о сурикате. Я, кстати, тоже когда-то мечтала на сурикате. И потом она завела суриката, ребята. Сейчас я вам покажу. Вот он. Вот он. Вот он. Свет сюда, пожалуйста. Плохо видно суриката. Понимаете? Маленький. Худенький. Сурикатик. Мечтала, мечтала и домечталась. Она даже лучше, чем сурикатом. Смотри ты на неё. Да я вижу, что лапы как у суриката, да. Когда кушать хочет, она становится тоже как сурикат. Тебя обидели, Тера, да? Сурикатом обозвали. А что ж тут поделаешь? Нет, мне жалко. Бывают ещё и толстые сурикаты. Да, мне ж она так мотает. Пожалуйста, погладь её. Если я сейчас до неё дотронусь, она вскочит. Пожалуйста. Пожалуйста. Ты мой маленький сурикатик. Да ты лучше суриката. Ты посмотри. Ты самый лучший сурикат. И вот ещё один сурикат. Бесплатный. Не-е-е. Пять копеек стоит. Это самый дешёвый сурикат, который у меня был. Который у меня есть. Шанти, по-моему, четыре тысячи или пять тысяч гривен стоит. Тера стоит пятнадцать тысяч гривен. Такой маленький дешёвый сурикат. На сурикаты у нас для них не хватило. Блин, на Теру хватило. Так мы её купили через два года после того, как я хотела сурикаты. У меня про Теру было записано в другом дневнике. Но я его выкинула. Я оставила только этот. Читай. Я в школе. Урок начался. Я не выучила гимн в гимназии. Нас не спросили, это круто. Я не получу плохую оценку. У меня очень больная спина. У меня... Мне нагнулся больно. Я всегда круто сидела. Я всегда криво сидела и писала. А теперь, что? Я вообще не понимаю. Я извиняюсь, что я пишу только синей ручкой. Я тебя не просила, я знаю. Пришла домой. Недавно умер Дженери Хомяк. Сегодня мандаринка. Хомяков у нас больше нет. И точка. Урок мастерства. Тут и даты есть. Урок мастерства. Будем рисовать рисунок. Ладно, я буду рисовать. Что-то... Я люблю... Я у брата. Он сейчас неадекватный. Я сделала слайм из муки. Я у брата. Он сейчас неадекватный. Стоит очень. Я сделала слайм из муки. Блин, так интересно. Жалко, что она выбрасывала все свои дневники. Это какой-то вырванный лист. Ну, наверное, кто-то вырвал. Привет, у меня все хорошо. Я сейчас говорю с другом, с Шанчиком неслышащим. Потом я пойду гулять. Сейчас у меня нет времени писать. Пока. Самое главное, что вот она с дневником разговаривает как с одушевленным предметом. Да, у меня прикол. Я типа, если даже пишу на листочке, я как будто с кем-то разговариваю. Да, вот она так. Ну, в принципе, дневники так и пишут. Дневник считают как что-то одушевленное, и ты ему выплескиваешь все свои эмоции. Но она очень помогает. Кстати, психологи тоже рекомендуют писать дневник, писать какие-то заметки. Или, как я, вот, писать стихи. Дальше. Я буду только рисовать, а писать ему нет времени. И нарисовала кнопку. Да? Запомнили? Запомнили вот это? Следующий страниц. Ну-ну. Ой, ну это же нельзя. Ну это опять. Ну давай, выключай. Да ну давай. Да выключай. Да не стесняйся. Может без имен. Привет, мой дорогой дневник. У меня много нового. Я начала так позадать. В смысле? Ты ж тут начала с ним встречаться. Тут снова. Я начала встречаться. Мы с Лизей больше не ЛП. Появился котенок Смег. Он черного цвета. Мне купят камеры непропонкаемую. С тобой поедем в Турцию. А еще папа с нами уже не живет. Он сказал, что сейчас живет у моей бабушки. Бабушка Света. Мама у моего папы родила. Вот так вот все рассказали. Привет, надеюсь, что это никто не прочитает. Просто я хочу сказать, что не хочу расставаться. Думаю, он изменит свое решение. Я даже не знаю, почему он мне так нравится. Когда его нет, я всегда грустно. Он приходит, и у него занимается настроение. Любовь сильная, и она никогда не закончится. Зачем я такой ляпнул Туром? У меня сейчас слезы поедут. От Смега. У меня любовь, прежде всего, больна по-настоящему, когда тебе разбивают сердце. Ты можешь погромче, что тут сердце храпит? И ничего не слышно. Поняли? Начала писать, и не только рисовать. А это типа, что сделать? О, мило. Давай. А тут что-то замазано было, и я наверх нарисовала. Его завод будет перед... Не важно, сколько. Ну, будет тринадцать. Не важно. Давай уже все тайны свои детские рассказывай. Любит кататься на BMX. Иногда играет в телефон. Как у меня всегда все разряжены. Короче, о нем я знала больше, чем писала. Типа, люблю одного подсыпь. Когда этот человек это читал, он мне пишет, что за подсыпь. Это как в смысле? И сейчас я поняла. Мы с ним были вместе. Четыре месяца. Кира, какой это год? Там год. Да, ты год есть. Подожди, а когда я с ним успела уже расстаться? Я люблю... Своего... Кого? Кого-кого? Не знаю. Я люблю своего. Ась. Кота. И так же... И как же без собак? А это типа... Кота еда, а это собака еда. А-а-а... А-а-а... Так. Самое интересное, что он мне сказал, что если я... Но умом он не поменял, но я отвечу. Он мне сказал, что если я кому-то уйду к другому мальчику, то он тоже уйдет к кому-то. А что... А будем ли мы встречать? Я не знаю. Он не говорит. Боже, какая любовь. Знаете, я уже поняла, что ничего не вернуть. Я люблю его, а мне нет. А подруга... Нас за нас. А подруга... Нас за нас. Наверное, не за нас. Это очень обидно. Ну всё. Ему весело, а я поначалу думаю, ну... Вообще я не думала, я не знаю, зачем это писала. Я помню точно, но я не думала, чтобы у меня была пота. Ладно. Ну-ну. У меня болит голова, всё вернулось вместе, снова вместе. Там, ещё до этого. Мы с ним вместе, мы с ним не вместе. Просто в видео не попало. Я думаю, это искренне, я не за жалостью. Я так поняла, что задолбалась говорить про него. Ну да, мы снова не встречаемся, мы просто друзья. Эти истории я всё знаю. Это просто по жизни. Я уже нормально реагирую на расставание. Я уже привыкла. Всё парни козлы. Все парни козлы. 5 ноября. У меня будет рождение. Подарили телефон и колонку соли. Переночевала у подруги Леры. Сейчас 6 ноября 2019 год. Ага, 19 год это было. Мне грустно. Меня всегда бят. Я целую неделю не гуляла. Разбила мне Лера телефона. Одноклассники смеются с меня. Друг, который для меня очень важен, обзывает. Я не гуляла. И было плохо. Но сегодня исключение. Вышла погулять. 5 ноября 2019 год. На меня вчера наорал. Вот это. Мне попалось видео, короче. Типа такое. Хлопотики старшие за меня кричит на медаль. Тим же вечером. Типа в дневнике. Пятница, день идёт скучно. Старая совсем распаялась. На меня вчера наорал. Тебе это нравится? Ты пришла во всех внутренних? Я убежала. Меня успокаивал Женя. Но вечером он извинился. Хоть что-то радует. Мы с ним общаемся. Это 2021 год. Ого. Моментально. Такой бах и всё. Пошёл. Пошёл. Пришёл. Пошёл, пришёл. А, прошёл в кругу друзей. Зачёрканно. Вы что, подумали, что у меня это друзья? Не. Это типа Новый год? Угу. Привет. Фиговая жизнь. Мою собаку. Мишу. Угу. Меня чуть не... Угу. А, это когда день, когда Мишку сбила машину? Да. А, ну всё. Ну это типа... Ну это эти. Короче. Фильмы эти. Блин, знаешь что обидно? Что? А, нет. У меня ещё есть пара дневников, оказывается. Прочитаешь? Ого. А там прям, там такое я понаписывала. Это про училку. У меня, блин, потерялся. У меня в этом дневнике было типа автограф Барвина. У меня этот автограф есть какой-то. И их автограф есть. Ой, покажи, покажи. У нас есть такой дневник, где есть автографы. Кто ты, Киса? Я Алиса. Это от Николь и Алисы. Потом это у нас был секири от Тополя. С пивак, Сокли. Ну, у Дианы. Ещё есть, по-моему, от Дианы. Да, я же говорю, я потеряла от Дианы и Барвина, но у него нет. Я искала. От Леди Дианы, да, и от Барвины ещё должен быть. Я искала, нет. Так что ты будешь продолжение читать? Я не знаю, что это, но у меня тут записано Кира, Миша, Вова, Никита. Кира, Миша, Вова, Никита. Понятно. Да, его тут нет. Всё, за сюда. Только твои сихи. Всё, ты не будешь читать больше? Что это? Это фильмы у меня. Такой красивенький. Вы поняли, сколько у него дневников? О, вот это пошёл этот тренд, ну, знаешь, типа 2017 чек. Она была его маленьким счастьем, а он её разочарованием. Чит, цитаты? Ну, типа, да. Англичанка. Только тебе я могу рассказать свои проблемы. Моя одноклассница думает... Что? Потому что... Так прочитай, ну что ж ничего не понятно. Моя одноклассница думает, что у меня месячные. И задалбывает меня. Потому что у меня были живот, голова. Я думаю, что что-то не то съела. Я в школе, буду идти на английский. Зато завтра у меня 6 уроков, я не пойду в школу, потому что мы с мамой поедим не с телефоном. Ну что, весело. Ага. Так. Последний урок. За мной будет идти папа. А! Последний урок логикой. За мной должен зайти папа. Вроде мы с ним пойдём в сити-кафе. Мы туда всегда ходим. А на всех уроках я все сделаю без обуви. Снимаю, чтобы она не давила. О, боже, наконец-то придут приоденную обувь в кафе. Спрашивают меня часто, кто храпит за кадром? Я думала, мы с папой пойдём погуляем. А нет, надейся, надейся. Ему же пофиг на меня. Слово. Я его люблю, а ему пофиг на меня. Я буду делать уроки, идти на английский, а потом мой день закончен. Последний урок физра. Я без формы, очень скучно. Сегодня снова мне заберёт баба. Не знаю, что будем делать, или куда-то пойдём, или я уйду домой. И как у неё после этого по физкультуре было 12? Она никогда не переодевается, она ходила всегда по коридорам. Но зато в 8 классе начала уже заниматься. Даже на дистанционке физрук заставляет. Ого, я так много пишу руками, всё это, боже. Так, то, что не уйдет планку, это же так легко. Круто. Круто мне. Так, наверное, что-то другой класс меня обсуждает. Девки-твари. Ой, я это, типа, написала. Ой, я это вслух написала, а точнее не написала, наверное. Я никому не даёт свой личный дневник. Она никому не даёт свой личный дневник, но она его сейчас нам читает. Это очень интересно. А папа за мной не пришёл. Второй день уже, да? Угу. Второй день не пришёл. Хотя обещал. Поэтому пошла сама. Круто, да? Ну, тут я его обсорала и нашу переписку, наш разговор, короче, написала. Но я это замазала, потому что мне стало обидно, что я засорала своего мужа-папу. Понимаешь? Доброе утро. Мы с мамой пойдём в кино. Смотрю кивнем ночью. Когда мама пошла на ресницы, я рисовала картины. Приходит домой по себе ножки и понимаю, что нету света. Задачи нету другое. Я не смогу посмотреть кивнем ночью. Буду рисовать. Света нет. Вчера рисовала, сегодня рисую, короче. Завтра рисую. И всё время рисую. Ладненько и спать не хочу. Мамы заставляют. Боже, говорит, свет включат. Надо убить. Кого-то надо убить за то, что нет Wi-Fi. И это типа... Я пытаюсь рисовать, да? Это непонятно что. Но я как бы пытаюсь. Сейчас что-то интересное найдём. Это неинтересно. Да там всё интересно. Короче, я забыла выключить диктофон. Включить диктофон. И теперь у меня нет доказательств, что ТО. Мне просто... Поставила мне просто так 6. Хотя рассказала на 10 минимум. Но я же ещё... Но я же ещё та... Плохая. Это и просто так не сойдёт. Меня просто так пересадили. Мой сосед по парте жёстко шумел, и меня от него пересадили. Ну из-за чего? У меня вопрос небольшой. Кстати, нашу школу закроют на карантин. Наверное, в понедельник. Это не точно. Я так хочу домой. Я так хочу помыться. У меня сегодня... Помиться. У меня сегодня англ, так что надо будет сходить в ванну, помыть голову и делать уроки. Это я должна успеть за 2 часа. Что-то там. Ладно. Это тоже я пытаюсь рисовать. Видишь, когда ты начинала пытаться рисовать, а сейчас какие рисунки рисуешь? Ну что ж, нельзя взять дырку. Дырку. И теперь у меня три дырки. А, это тебе прокололи дырку в ухе, да? Да. Вот так вот. Покажи рисунки свои еще. У меня будет собака по имени Тера. Тера, наконец-то мы дошли до твоего появления. А тут я считала дни до ее, типа это. Ну что ж, как проходил мой день? Я не хочу... Я не могу пойти к медсестре, мне справку забрать надо. Сегодня у меня свободный день. Меня учительница не отпускает на урок физры, сказала в классе сидеть. Даже у детей, у которых не были формы, они пошли на физру, а я сидела в классе. Что делать? Я не знаю, что делать. Я очень надеюсь, что меня отпустят на урок. Она же не учитель по физре. Сидим... Сижу в классе. За что? За то, что у меня нету кроссовок. Я не понимаю, почему нельзя к медсестре. Она что, монстр? О, нет. Как сказала училка, на уроках мы никуда не ходим. Какой урок, если все занимаются, а я нет. А, да, ситуация была, все, короче, пошли на физру. Она одну меня оставила, короче. Я одна с ней в классе сидела. Я на задней парте, а она на своем месте. Моя компания пополнилась. Добрый раз тут, не знаю, что там. Скучно, скучно, да-да-да. Сейчас... Ну, читай нормально, ну. Ну, тут ничего не понятно. Последний день зимы. Зимы почти не было, снега нет. Только ветер, дождь и сляхать. Как бы понятно, что сейчас 29 февраля 2020 год. Я рисовала очень красивые закаты, фиолетовый и синий. Светло-фиолетовый, актерный фиолетовый, и так же синий. А еще тату. Уже тогда она рисовала тату. Уже тогда. Да. Вот так вот. Знаешь, вот этот тренд был, типа, самостоятельно вот это уделать? Да. Вот. И я типа расписывала, как это сделать. Вот дура. Я в школе, не знаю, что сказать. Скоро 8 марта в школе. Мы празднуем 6 марта. Короче, мальчики дарят подарки, за которые платили родители. Мне подарили наклейки бабочки, заколку, звездочку. И красную резинку цветочек. А мои подружки тоже наклейки, заколка, звездочка. Привет, мама плачет, что ей папа. Папа. Отбой воздушной тревоги у нас. Значит, сейчас начнутся уроки. Поздравляю тебя. Ничего не изменилось. Я его люблю, не знаю, что писать. И опять, и опять, и опять 25. Ну, это неинтересно, это неинтересно, реально. Ну, типа, у меня, видишь, вырванные ритмы. У меня неинтересно. У меня были интересные дневники. Там, где я про школу очень много писала. Но это просто повыкидывало. У меня нет там, типа, интересного. А надо было не выкидывать. Покажи свой скетчбук. Ничего. Ну, раз уже начали такие откровенности. Давай еще и скетчбук посмотрим. Да ладно, никому не показываешь. Дневник ты тоже никому не читала. Начнем с самого начала. Но это уже мы видели. Это лист мамы. Это я рисовала, да, кстати. Это мой лист. Это все рисовала мама. Это Кира. Тут все очень плохо. Это Кира. Ну, ты же училась каждый раз все лучше и лучше. Где-то лучше, где-то хуже. Вот сегодня вы, ребята, увидите все. Я вообще не знаю, это вообще. А мне нравится. Это я очень долго не рисовала. Очень долго. И потом в один какой-то определенный момент я села. Блин, я так долго это рисовала. Наверное, часа два с половиной. Ну, мне нравится. Потому что это непонятно. Это очень странные дела. Вот это вот. Но это не так долго. Почему? Я не знаю, у меня прикол такой. Я могу нарисовать парней, но я не могу нарисовать девушек. Ну, у меня просто не получается. У меня не получается женские черты лица. Это прикольная очень. Девочка Вэндэй. Ну, классный. Пит. Это уроки биологии. Прикольный, да? Я только разрисовываю рисунки, и я их просто порчу. А мне, наоборот, нравится разрисованное. Не, мне вообще... Это я не знаю, что, кстати. Часы поломанные какие-то. Это уже Кира пошла по-новому как-то рисовать. Черно-белый. Я нашла все-таки свой стиль, стиль своих рисунков, которые нормально у меня получаются. Черно-белый? Да. Я не могу разрисовывать. Ну, у меня не получается. Я смирилась с этим. Человеки-палки, все. И все. Все. Теперь вы видели все. Кира пошла на урок, а я пошла на новую почту. Короче, у меня сегодня падала колбаса. Я говорила, что должен прийти кто-то он. Сейчас я собираюсь, у меня падает лопатка. Она. Опять он. Кто он к нам спешит? Я не знаю. Снег. Не знаю, что ты собираешься куда-то уходить, а кто-то он к нам пытается попасть. И вот мне интересно, кто же этот он. Я лично никого не жду. Я никого не приглашала. И я никого не звала. Вот так. Я вообще никогда никого не зову. Ко мне, если кто-то приходит, то это всегда спонтанно. Вот. Поэтому так. Я гостей не люблю. Я не гостеприимный человек. Значит так. Этот бокс мы пока оставляем, потому что на него пока еще нет адреса. А все остальное мы берем и едем отправлять. Холодно сегодня очень. И какой-то снежок порошит. Мелкий-мелкий такой в виде дождя. Противный-противный. Мне еще нужно салфетки купить для того, чтобы полы помыть. Именно вот салфетки. Обычные, антисептические, какие-то пахнущие. Можно и не пахнущие, но салфетки. У нас на улице так пасмурно, как будто уже, я не знаю, точно часа четыре вечера. Наверное, сейчас какой-то будет жутейший снегопад. Но я отправила посылочки. Я купила салфетки, купила покушать на вечер. И теперь с ответственной душой, со спокойным телом или наоборот, иду домой. Неважно, что я сказала. То, что сказала, то сказала. Ой, снежочек, да. Снега на улице подобрала. Он такой перепуганный был. Замерз, холодно. Так он домой вот это вот прибежал. Иди сюда. Иди. Я тебе... А, у тебя корма нету. Потому что я ему сегодня дала корму, а он взял его. И что сделал? Снег. И вырвал. А теперь просит опять кушать. У него такое бывает. Короче, я купила салфетки просто влажные, потому что мне они нужны. Те, которые мне нужны, их не было. Вернишелька. Куриные крылышки сегодня сделала в аэрогриле. Чёрного хлебушка. Конечно же, корм снегу. И взяла в АКБ вот такой вот диффузор. Я не знаю, насколько он хороший. Не имею понятия. Но мне безумно сильно понравилась непосредственно вот эта вот новогодняя бутылочка. Посмотрите, какая прелесть. По аромату там было только три аромата. Один из них был фейерверк, потом был океан и цитрус. Цитрус, конечно, пах чисто мандаринами. Просто мандаринами. Но я что-то так не захотела. Цитрус. Я что-то захотела. Вот обычный вот такой вот. Непонятно что. Ну, фейерверк пахнет чисто свежестью. Свежее бельё. Вот такой вот аромат. Приятный достаточно. Наверное, я его в комнате у меня стоит. А этот, скорее всего, я поставлю здесь на кухне. Пусть на кухне тоже что-то будет. А в комнате у меня классный аромат. Древесный. Такой обалденный. Очень красивый. Смотрите, здесь ещё и какие-то колокольчики. А-ля типа колокольчики. Палочки, конечно, здесь не очень хорошие. Обычные. Не знаю, что такое деревянное или непонятное. Но получилось очень миленькое. Классно. Смотрится очень красиво и по-новогоднему. Можно даже не сюда, а куда-то вот сюда поставить. Вот здесь вот копилочки. Здесь такое всё. Вот. И его вроде как и незаметно. И в то же время и по-новогоднему. И эту бутылочку можно оставить. И в дальнейшем туда просто наливать приятный для тебя запах. Сейчас пойду вымывать. 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 Боже. Ну, с животными всегда иногда бывает очень весело. А вот этому вот маленькому чего-то плохо. Ну, чего ты спрятался? Иди, не бойся. Я тебе уже постелила пелёночку, чтобы ты мне не какал на коврик. Ты молодец. На коврик попытался. Ну, у тебя почти получилось. Иди, не бойся. Я же тебя не ругаю. Нет, не ругаю тебя. И ты, Шантюсю, не ругаю. Никого не ругаю. Всё хорошо. Всё хорошо. Всё хорошо, Добюшка. Всё хорошо. Ну, что-то не выдержал животик. Ну, бывает. С кем не бывает, Доби? Всё нормально. Это не такая уж большая проблема. Да, Шанти, я никого не ругаю. Всё хорошо. Всё хорошо. Всё хорошо, мамыш. Всё хорошо. Ну, что-то тебе не пошло. Что, не знаю. Казасу-то не пошло. Что-то животик болит чуть-чуть. Иди на ручки. Идёшь? Дима хороший. О, чё, мой мальчик маленький. Казань. Так, так распереживался. Так распереживался. А чё переживать-то? Не знаю. Да. О, чё, мой сладкий. С утра всё вроде было хорошо. Или было нехорошо. Что-то, что-то было. Да? Ай, ладно. Кира побежала за семечками. Я тут постелила время на этот коврик. Слушайте, он тут даже неплохо смотрится. Особенно сейчас под Новый год. Единственное, его нужно тоже, тоже помыть. Поэтому, наверное, тот высохнет. Этот помою. И, возможно, этот даже постелю. Пока новогодние праздники. Он даже здесь симпатично выглядит. Выглядая, да. Что я и по-русски, и по-украински говорю. А как некоторые говорят, что я вообще разговаривать не умею. Поэтому не умею. Я даже спорить не буду. Да, ударение оставлю не там, где нужно. Ну, таки же тя. И тут уже ничего не поделаешь. Один готов, второй готов. Третья. Как всегда, обижена. Ну и ладно. Раслась с собаками гулять. Кира, кстати, тоже мне купит семечек. А я потом приду домой и буду... Что я буду делать? Что я буду делать? Я буду готовить ужин. Потому что уже полпятого. Я с меня даже раньше выхожу. Потому что очень холодно. И мне кажется, что вечером будет вообще настоящий дубак. Мне семечки купили. Мне семечки купили. Мои любимые. Я что-то черное в последнее время не очень. А вот эти вот просто анриел, как хочу. Тера, на место! Я не буду вас кормить. У вас у всех, знаете что? Новый корм им начала давать. И у всех началась срачка. Поэтому сегодня все сидят на диете. А я ответственно начинаю готовить ужин. На ужин я беру вот такие вот вермишельки маленькие. И сейчас курочку замариную. В этом и будет перфекто. Даже не смотри. Даже не проси. У вас что-то происходит. Этот рыгает. Вы срете. Издеваетесь надо мной. Диета. Курочка замаринована. Чуть-чуть стоит сейчас в приправах. Здесь уже готовится вермишелька. Кто спрашивал, почему у меня нету кастрюли. У меня есть кастрюля. Но я люблю готовить именно в этой кастрюле. Она для меня самая удобная. Какая бы она ни была. Если бы я ее хотела, я бы ее уже давным-давно выбросила. Потому что я знаю, что эта кастрюля старенькая. Но она безумно классная. И я готовлю в ней. Видите, у них те стоят. В этой готовлю. Поэтому не надо мне рассказывать что-то там. Вы не всегда очень любите много чего рассказывать. Точно так же, как мы недавно пытались рассказать по поводу того, что я должна помогать своей семье. Я узнавала вопрос, что значит помогать. Как помогать, если помощь не требуется. Я должна навязчиво помогать. Ты должна помогать. Посмотри в интернете, что такое помогать. То есть я должна помогать 36-летнему мужику. Это типа моему брату. Я должна помогать своей сестре, которая 38 лет, которая живет своей жизнью. Чем я должна помогать, я не знаю. Маме помогать, она не просит помощи. Ей не нужна помощь. От нее, слава богу, уехал брат и живет отдельно. Он с ней жил до 36 лет. Слава богу, он от нее уехал и живет сейчас сам. Со своим сыном. И она радуется и наслаждается жизнью. Бабушке помогать чем? По огороду. Я сказала, что я на огороде никогда в жизни не работала и работать на огороде не хочу. И надеюсь, никогда в жизни не буду. Возможно, когда-нибудь у меня будет свой огород. И я там буду что-то делать, высаживать цветочки, лепесточки, помидорчики, огурчики. Но я еще до этого не доросла. Бабушка занимается там сам. Бабушке никто по огороду не помогает, чтобы вы поняли. Ни Алена, ни Алеша, даже мама не помогает. Она делает все сама, потому что это ее личное желание. Точно так же, как я мою посуду. Ее мою только я, потому что я доверяю только себе. Понимаете? У каждой семьи есть какие-то свои правила. И не надо мне вот это тыкать, что ты должна. Я вообще никому в этой жизни ничего не должна, кроме собак своих. И ребенка своего, которого я сейчас ращу. Собаки, потому что без меня вообще никак не справятся. И чем я должна им помогать? А мне тогда кто поможет? Скажите, пожалуйста. Кто тогда поможет мне, если уже завелся этот разговор, что ты должна что-то делать? Когда мне будут помогать? Когда меня будут поздравлять? Когда меня будут что-то уважать? Скажите мне, пожалуйста. Но я всем должна, по вашему мнению, знаете, я вот человек, который просто именно всегда всем должен. Никому я ничего не должна. Я должна сейчас приготовить покушать, накормить своего ребенка. Я должна накормить своих собак, которых я уже накормила. И я должна проследить за всем этим. Вот что я должна на данный момент. Всех люблю, всех целую. Короче, я буду готовить. И может быть на сегодня уже всем пока. Потому что я хочу уже немножко заняться вот этим вот всем делом. Я думаю, что здесь ничего сложного нету. Показывать вам тоже ничего не надо. Поэтому... Чаушки-какаушки.